К сожалению, с каждым годом ветеранов в городе становится меньше. Поэтому вспомнить о них, уделить им внимание и поздравить с праздником лишним никогда не будет. У нас проходит традиционная акция «Новый год приходит в гости», в рамках которой мы ездим в гости к ветеранам. В течение недели с 20 по 27 декабря школьники, студенты приходят в гости к ветеранам, поздравляют их с предстоящими новогодними праздниками. По улице Советской Конституции в районе Седьмого дома живут сразу несколько ветеранов. Депутат городской думы Надежда Соломоновна Дерюгина и индивидуальный предприниматель Василий Викторович Лутов подготовили подарки ветеранам войны и труда. Здоровья вам! С наступающим новым годом! Лучше ваших домов нету, потому что вы здесь дружные такие, все на подбор. Надежда Соломоновна, вам большое спасибо за уважение, за поздравление с праздником вас. Здоровья вам! Благополучия! И мирного неба! И хорошей семейной жизни! Хорошая наша депутат, отличная, недаром ее выбрали. Для меня ценно и дорого и молодежь, и наши тарики. Мы начали свои поздравления с дома престарелых на Новой Соколовке, с отцом Романом ездили. Поэтому потихонечку, понемножечку и поднимаем настроение у людей нашего города. Далее мы отправились к ветерану войны Вере Казминишне-Тищенко. Ей 94 года. Ой, моя дорогая! Здрасте! Ага! С Новым годом, дорогие! С наступающим! Спасибо! Будь Деда Мороза вам привели! Спасибо! Спасибо! Поздравляем вам! С Новым годом! Долгих-долгих лет! Надечка! Да! Надечка! Да! Поздравив Веру Казминишну с праздником, нам не удалось уйти из ее гостеприимного дома, не выпив чашечку чая. За столом ветеран войны рассказала много интересных историй. Например, о том, как молоденькой девчонкой она отправилась на фронт, прошла всю войну и дошла до Берлина. В молодости Вера Казминишна была настоящая красавица, любила красиво одеваться. Да и сейчас, в этом преклонном возрасте, она выглядит прекрасно. Ребята всегда с удовольствием приходят в гости к ветеранам. Всегда внимательно слушают их рассказы о тех днях, которые важны для каждого из нас, о том, что нам необходимо помнить. И я считаю, что это счастье, что у нас еще есть возможность ходить к ветеранам в гости и просто даже беседовать с ними за кружечкой горячего чая. Еще неизвестно, кто и кому уделил больше внимания.